вечереет вечереет у нас на бахоле все очень хорошо вот такие вот пейзажи практически скажем деревенские мы в деревне в середине бахола не в нашей деревне заехали в гости к нашему родственнику и собственно очень многие просят показать как живут простые филиппинцы это чем они занимаются ну вот собственно здесь домишки разбросаны вот увидите разбросаны по окрестностям ну и между шоколадными холмами как раз поля 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 ну а люди люди вот собственно наш один из родственников дядя он живет вот в такой вот хибарке это нормально по филиппинским меркам это даже где-то отлично вот занимается выращиванием курей вот этих на этих chicken диких курей то есть так называемых которые на самом деле очень хорошо у нас здесь ценятся это не бройлеры это вот именно те куры которые живут в диких условиях которые умеют летать вот у нас тут производители вот это вот папа и он там еще мама привязанная так ну и глебушка носится пугает всяческих курей вот тут у нас сидят на сетке здесь сидят на сетке которые высиживают собственно яйца ну и потом получаются вот такие цыплятки сейчас мы до цыпляток добьемся вот они где-то там эй камера фокусируйся вот они цыплятки вот видите такие вот цыплятки получается ну и потом когда они уже подрастают их пускают на вольные хлеба они носятся они бегают вот такие вот практически почти ручные то есть можно взять в руки спокойно если поймаешь то есть они особо так не возмущается ну и вот так вот они бегают их конечно естественно что они подкармливаются там у них водичка даже есть такая поилочка хитрая естественно их подкармливают немножко немножко не скажу что как на птицефабрике чуть-чуть подкармливают в основном они носятся в основном они носятся бегают и как бы поедает все что найдут но иногда ты лет у своих подружек унесушек вот как в данном случае смотрите курочка залезла и тырит спокойненько тырит чей у нее все нормально до курочка скажи вот пока пока вы все там меня снимаете я потырю недоеденное потому что не сушки не знаю почему но как бы вот они не доедают так вот это вот решила у нас узнать что такое случилось ну что ж курочка ты молодец залезла да 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 поймал я тебя поймал 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 вот видите вот она спокойно ловится то есть никаких никаких абсолютно у нее противоестественных движений против человеческих рук нет то есть они нормальные практически говорю полуручные ну а глебушка глебушка бегает глебушка бегает с палочкой да ты самурай мелкий так ну вот собственно вот этим они и занимаются работать никто из них нигде официально не трудоустроен дядя он плотник сам по себе вот работает плотником где-то там на каких-то объектах которые случаются вдруг случаются ну и разводят цветы вот видите них такая меня оранжерея цветы здесь разводят практически все потому что ну как бы считается это хорошим хорошим видом бизнеса потому что цветы любят они просто даже обожают домик домик обыкновенный из нескольких комнат зал спальня не буду я сейчас заходить потому что там уже в принципе темно и там еще малыш вот его только что уложили спать ну домик абсолютно нормальный без проблем вот видите вот такой вот бамбуковый естественно бамбук не защищен хотя конечно я бы на их месте чем-нибудь покрыл бы и тогда он не будет выглядеть так гниловатенько ну вот собственно такая вот мини зарисовочка как живут в глухомане это уже действительно глухомане там уже отъехали от центральной трассы где-то километров 10 и вот такие вот у нас вот такие вот у нас поля тут такая вот красотища видите вот тоже еще один отдельно стоящий домик тоже кто-то живет наверное ну и там вдали поля пальмы коровки в общем классический такой среднерусский пейзаж только единственное что пальмы конечно портит и шоколадные холмы вот они там вдали видны вот это единственное что как бы говорит о том что это не средняя полоса россии а именно филиппины именно азия тропики вот они банановые пальмы с широкими листьями ну и в общем то а да хотел показать интерес интересную штуку такую вот вот это вот у нас курочка которая практически домашняя да ты уже поела курочка поела да да тихо 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 спокойно спокойно вот как работает стабилизация смотрите я ее кручу ладно ладно лети неудобно одной рукой короче берем курицу крутим ее вертим а голова у нее все время на одном месте в одну сторону смотрит никуда не сдвигается то есть как стабилизатор как электронный стабилизатор ну конечно это прикольно так ну собственно вот вот так вот это здесь в среднем живут почти все так почти все кто-то кто-то имеет на работу где-то в магазине там на рынке или в госучреждении то они живут естественно получше побогаче там и все остальное ну а так вот люди живут постоянной работы нет выращивают рис кстати вот посмотреть на рисовые поля вот они рисовые поля видите там козочки коровы опять-таки коровы только мясные они только на мясо вот здесь даже вот я смотрю клевер посажен ну вот в принципе принципе для нормальной жизни есть все нормально деревенская жизнь козы бегают пасутся на старом рисе курочки носятся тоже собирает всяких жучков червячков ну в принципе ничего такого сложного ну и естественно вот это вот красота естественно красота то есть любят они украшать любят украшательство так а вот собственно и сам дядя вот такой вот он у нас молодец лазил сейчас по крыше тут ремонтировал чинил ну и вот так вот вот они потихонечку и живут да глябушка так вот сейчас вроде бы как ребенок проснулся ну вот смотрите вот так вот вот это вот зал у нас такой вот зал так вот а нет малыш малыш спит малыш спит зал две спальни насколько я знаю да целых два телевизора вот первый и вот второй не знаю зачем но как бы два телевизора и кухня нормальная кухня абсолютно нормально то есть без всяких таких вот деревенских деревянных столов но стол и естественно деревянный но все культурно собственно кухня вот здесь вот происходит изготовление еды вот там у нас туалет и душ туалет и душ туалет и у них у всех практически вот даже в таком вот скажем домике туалеты у них в доме то есть нет такого что на улицу бегать с это самое даже не взирая на то что погода здесь всегда хорошая всегда великолепная на улице они не бегают поездить в джунгли то есть туалет у всех дома нормальный туалет с нормальным унитазом так ну вот собственно собственно вот и все да и еще такая вот особенность что нет потолков из практически ни у кого нет потолков просто сразу крыша и все я не знаю почему но скорее всего это просто они к этому не привыкли вот курица курица залетела залетела курица и сейчас будет вот она курочка а это наша ручная вот они летают бедные все и текать и текать и текать и текать так что вот так вот они живут просто скромненько со вкусом с изысками даже где-то вот тут даже такой вот балкончик есть вот лики такие лесенки и балкончик просто можно посидеть вечером посмотреть на закат балкон именно на закате у нас на закат так ну а мы потихонечку собираемся домой потому что нужно уже ехать уже вечереет вот собственно вот так вот и живут простые люди не не заморачиваясь ничем ну вот друзья самый популярный у нас транспорт на нынешнее время стоит он где-то от 170 до 200 тысяч фирмы баджай в индии делается значит сейчас разыгрывается в лотереи пожалуйста вот есть лотерея не понял я смысла ее но как бы это самое но не это главное не это главное все вот это вот заменяет полностью автомобиль то есть такая штучка полностью заменяет автомобиль она полностью закрывается то есть садятся вполне нормально 6 филиппинцев без проблем расход у нее копеечные то есть там по моему три с половиной литра расход вот ну и в принципе нормально единственное что меня напрягло вот я все понимаю да индийцы там трудолюбивые все но мозги блять где у этого ебаного инженера были мозги когда он поставил самую ответственную часть то есть тормозную заливную тормозную пластиковую под ноги под ноги где все залазят где все вылазят где стукаются и вот это вот пластиковая с тормозной жидкостью стоит здесь под ногами вот насколько надо быть ебанутым инженером чтобы сделать вот именно вот это ну не понимаю я вот хоть убейте меня но серьезного ну как бы не понимаю я хода мощной индийской мысли абсолютно от слова совсем и не а Продолжение следует...